привет подписчики и гости этого канала с вами по-прежнему ракет сегодня мы повоюем ответим на ваши вопросы и самое главное чего хочу начать сегодня то есть я не знаю когда вы это смотрите четверг третье число 3 мая мы сделаем стрим полный стрим на ю тубе с 19 00 там до скольки закончу будет полный стрим на youtube канале будем гвшить будем открывать свитки захват будем отбивать отвечать на ваши вопросы самые интересные арену бомбить гвшку как я уже говорил на червей походим на гидру ну и общение с чатиком куча всего того что происходит на твиче будет на ю тубе это будет тестовый стрим полный тестовый стрим но итоги всего этого я расскажу либо на твиче либо уже в одном из следующем своих видео сегодня в 19.00 3 мая приходите поставьте себе уведомление колокольчик вам придет уведомление о том что я начал стрим я запущу заранее рекламу того что пойдет стрим там за часа три-четыре я не знаю и будет писаться сколько времени осталось до начала стрима берите там пивасика чипсов чайчика себе сделайте друзей зовите на стрим может это понравится и мы будем раз в неделю стримить на ю тубе в какой-то определенный день допустим либо вторник либо четвертая как это самые интересные дни потому что есть и гв и захват в общем приходите 19.00 начало на ю тубе сейчас ответим на ваши вопросы первый вопрос столян привет привет как действует механика рун шок например взять люшена он с третьего скилла атакует три раза 24 шанса за один скил целиком либо три раза по 24 ты наверно ошибся там 25 пишется я знаю почему ты написал именно 24 насколько помню комплекта стана у дэспайера шанс за станет 25 процентов но это не столь важно у люшена насколько знаю насколько помню так как у меня люшен был одет какое-то время в дэспайере он может застанет один раз честно не помню либо с первого с первой атаки либо с третьей это не столь важно как бы но у него один раз рассматривается шанс стана если взять к примеру такого персонажа как тайрона с первого скиллад тайрон может с первого скиллад несколько раз ударить цель из каждой атаки у него будет рассматриваться шанс того что он застанет точно также у змея ветра и точно так же как у r지가 на первом скилле но это уникальные механики там такая фишка насколько знаю каких-то массовых есть шанс того что они застанет каждый раз а у каких то нет честно я не помню это нужно смотреть википедией росте википедии я думаю если тебе настолько важна эта механика то ты пороишься в Википедия, англоязычная, и найдешь ответ на этот вопрос. Второй вопрос. Доброго времени суток. Привет, DeStroy крашит индикатор ХП или само ХП? Индикатор ХП это просто уровневый показатель, скажем так, 100%. А в 100% ХП может быть 5000 ХП, а может быть 50000 ХП. Поэтому крашит именно сам показатель здоровья, а не индикатор. Если тебе скрашили 500 ХП, а твой танк там, допустим, очень мега жирный, у него там 50000 ХП, то, естественно, на эту полоску вообще видно, наверное, и не будет. А если там крашить ХП какому-то мелкому саппорту, либо ДДшке, то сразу заметно, сколько ты ему крашишь. Там хорошие куски отрываются. Поэтому крашишь ты именно показатель ХП того персонажа, которого ты там сносишь вот это ХП, и оно становится красным, который нельзя восстановить. Это делают руны DeStroy, и это делают некоторые персонажи, что-то типа Бетти и прочих мобов. Да, у них есть такое свойство. Допустим, у этого Унан Рима на первом скилле такое же свойство. Вот, и еще каких-то персонажей, всех не помню. Поэтому краш именно ХП. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА